Здравствуйте! Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня у нас выпуск экспериментов. Сейчас мы будем с вами экспериментировать и я вам покажу, как же определить, какое ламинирование работает быстрее, какое ламинирование агрессивнее, или вы вообще не понимаете, работает у вас ламинирование ресниц, либо брови, либо не работает. Как же понять, рабочий состав или не рабочий, и насколько он быстро работает. Поехали! Для эксперимента мы возьмем два состава. Первый состав – это ламинирование бровей, бровь фиксап на основе цистемина. Второй состав – это лашкерлап на основе тегрикриата аммония. Я вам сразу могу сказать, что состав на основе ТГА должен быть более агрессивным и более активным. Вот на примере мы это проверим. Как мы помним, что только первые составы у нас являются реструктуризантами, вторые составы являются фиксаторами, и они на основе перекиси водорода. То есть, когда мне задают вопрос, а если вдруг я нанесу просто второй состав без первого, у меня что-то с волосом произойдет? Нет, у вас ничего с волосом не произойдет. Если вы передержите второй состав, ничего страшного у вас не произойдет, потому что перекись водорода H2O2 превращается просто в воду, и десульфидные связи снова соединяются. А вот первый состав, он является именно разрушителем десульфидных связей. И если первый состав вы передержите, то мы сегодня посмотрим, что вы сможете получить, если вы передержите первый состав. Итак, берем с вами изначально первый состав для бровей и первый состав для ресниц, и наносим на прядь, которая была осветленная, и после этого я ее покрасила просто краской Elan в черный цвет. И сейчас мы будем смотреть, какой же состав у нас более активный. Наносим первый состав на основе тегликреатомонии. Если вы не совсем разбираетесь в ламинировании, я вам рекомендую посмотреть выпуск «Здрасте на крастье», где я подробно рассказываю про ламинирование. И наносим на прядь. Я пока его не буду растирать, просто нанесу, сразу закрываем и оставим. И наносим состав на основе цистамина. Теперь смотрите, только я его нанесла, у меня уже волос начинает светлеть. И давайте я еще нанесу состав на основе цистамина чуть-чуть ниже. Я вам потом покажу, для чего я это сделала, и почему нельзя передерживать первый состав. Смотрите, если у вас начинается идти реакция, то составы у вас работающие. Даже если вдруг вы, например, делали ламинирование, и вам кажется, нет эффекта, и вы думаете, что состав не работает, значит, где-то вы нарушили технологию. Я думаю, что на камере очень хорошо видно, как цвет посветлел. Там, где у меня был тегликриат аммония, волос уже очень-очень мягкий. И даже если я его сильно потяну, то он у меня уже начинает растягиваться. То есть у меня уже разрушены все десульфидные связи. Это чувствуется. Вот прям по ощущениям вы чувствуете. Здесь же волос плотнее, и осветление здесь происходит медленнее во втором случае. Видите, здесь у нас уже, в принципе, все осветлилось равномерно. Здесь еще не до конца. И сейчас мы с вами подождем 5 минут, и мы проверим с вами волос на растяжимость. То есть если вы передержите состав, то что вы получите? А. Закучерявленный волос. Б. То, что волос в дальнейшем может отпасть, а вернее отломаться. Поэтому нужно очень строго, регламентированно держать первый состав, чтобы у вас не было неприятных ситуаций. Если мы будем говорить о составе для бровей и составе для ресниц, то уже по волосу мне сразу видно, что составы для ресниц уже как вата. А здесь волос более плотный. Вот в эту зону мы нанесли состав для ресниц. И сейчас подождем еще 7 минут. То есть выдержим где-то минут 12. Что может быть, если передержать первый состав? У вас просто в этом месте будут волосы просто разрываться. И еще очень важный момент. То когда у вас нанесен первый состав, вообще когда у вас волос мокрый, видите, он у вас растягивается. Но когда он потом высохнет, он может у вас закучерявиться. Потому что нельзя натягивать ресницы, а чтобы выворачивалась века. Потому что ресница у вас потом может, видите, закучерявиться. Вывод. Первый состав для ламинирования мы держим четко по времени. Не передерживая. Если вы после первого состава не нанесли второй состав, то у вас не произойдет фиксации дислюфидных связей и волоски просто отпадут. Если вы забыли нанести первый состав, а нанесли просто второй состав, от этого ничего не произойдет. Ни плохого, ни хорошего. Все равно, что вы просто нанесли перекись водорода. Если же вы передержали второй состав, также ничего страшного. То есть самое основное у нас это первый состав. Как проверить составы, вы увидели, да, вы точно так же можете взять себе прядь, нанести составы разные, и вы увидите, какой из составов работает быстрее, значит, он более активный, он более агрессивный, и выдерживать его нужно меньше, чем состав, который работает медленнее. Я надеюсь, информация для вас была полезна. Обязательно пишите вопросы, которые вы хотите, чтобы я озвучила в следующих своих видео. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok